В рамках квеста «Цветные картинки» командам предстоит перемещаться по городу и делать фотографии на заданную тематику, а после представить их на суд жюри. В прошлых сезонах участники фиксировали весенние и осенние пейзажи, переносили книжных персонажей на улицы города и придумывали новое прочтение литературных цитат. В этот раз в фотокроссе объединят два вида визуального искусства – фотографию и живопись. Постоянно же вокруг фотографии ведутся споры. Может ли она соперничать или хотя бы претендовать на это соперничество с живописью? Нашим кроссерам выпадет шанс нынче доказать, что хороший фотограф – это тот же художник, только вместо кисти и красок он использует свет и свою фотокамеру. Каждая команда получит пять конвертов, в которых будут находиться задания с названием или цитатой из известного литературного произведения. Их конкурсантам предстоит раскрыть в фотоработах. Важное правило – в них должны присутствовать цвета, которые описал автор книги. Участвовать могут саровчане и гости города от 12 до 45 лет. Для этого нужно собрать команду до пяти человек и подать заявку на электронную почту или в молодежный библиотечный информационный центр. С собой нужно иметь фотоаппарат или даже мобильный телефон, сейчас камеры везде хорошие, дата кабель для того, чтобы потом перекинуть нам все это, свои работы, и ручку для того, чтобы заполнять кросс-листы. Старт фотокросса 21 сентября в 15.00 в библиотеке по адресу Московская, 11. Работы будут оценивать жюри, которое состоит из сотрудников библиотеки и победителя прошлого сезона. Итоги подведут 26 сентября в 18.00. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Подробнее ознакомиться с положением фотокросса можно на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени Маяковского. Дарья Козина, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.